Далее коротко расскажем о некоторых мероприятиях и происшествиях. Во втором квартале 2020 года в Республиканское МВД поступило около 600 обращений граждан. Традиционно, активно граждане интересуются деятельностью ГИБДД и миграционных подразделений. 14 раз жители и гости Адыгеи выражали благодарность полицейским за профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и внимательное отношение к ним. Напоминаем, что с 27 марта 2020 года временно приостановлено осуществление личного приема граждан Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел. Каждый год имеют место несчастные случаи, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон. Не оставляйте их открытыми, ведь достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка. Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна, так как ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой. Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. Установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенка. И помните, только бдительное отношение к детям поможет избежать беды. В МВД по Адыгеи проводится региональный этап литературного конкурса МВД России «Доброе слово». В творческом состязании могут принять участие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, ветераны и члены их семей. Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом необходимо до 17 августа 2020 года предоставить в Управление по работе с личным составом республиканского МВД в печатном варианте и на электронном носителе ряд документов. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте МВД по республике Адыгея. Дополнительная информация В прошлых выпусках нашей программы мы неоднократно рассказывали о грамотных и профессиональных действиях сотрудников полиции Адыгеи, которые оказывали помощь жителям и гостям республики. Нередко возникают проблемы с транспортом, но все чаще своевременные действия стражей порядка имеют более серьезное значение, ведь порой от тех самых правильных решений зависит жизнь человека. На прошлой неделе госавтоинспекторы Адыгеи вновь оказались в нужное время в нужном месте и ночью вывели из горящего дома четверых человек. Материал Вадима Гаркова. Инспекторы ДПС ГИБДД МВД по республике Адыгея, капитан полиции Али Беретарь и старший лейтенант полиции Рустам Тхаталь в ночь на 7 июля патрулировали город Майкоп. Около 0 часов 30 минут офицеры увидели возгорание частного дома по улице Гагарина. Полицейские незамедлительно сообщили о происшествии по радиостанции в дежурную часть и запросили помощи в экстренных службах. В этот момент открытым пламенем горела крыша дома. Счет шел на секунды. Огонь охватывал всю большую площадь. От высокой температуры гнулся металл. Начала рушиться перегоревшая конструкция крыши. Инспекторы ГИБДД, предполагая, что внутри жилища могут спать люди и не знать о пожаре, бросились им на помощь. Через домофон разбудили хозяйку данного домовладения. После чего из дома также были эвакуированы хозяин данного домовладения и двое несовершеннолетних детей. С двух сторон было сделано оцепление для сохранения жизни и здоровья граждан. И также был обеспечен бессерпятственный проезд спецтранспорта. Благодаря быстрым и своевременным действиям полицейских в огне никто не пострадал. Самые офицеры считают, что лишь выполняли свою работу. Самое главное было разбудить жителей и вывести их из домовладения. Выполнив свой долг, госавтоинспекторы отправились нести службу на территории города Майкопа. Возгорание было ликвидировано силами оперативно прибывших сотрудников МЧС, которым также предстоит выяснить и причину пожара. Не окажись полицейские в ту ночь поблизости, неизвестно, чем бы могла закончиться эта ситуация с пожаром. Жильцы поврежденного огнем дома искренне поблагодарили госавтоинспекторов за своевременно оказыванную помощь. Вадим Агарков, Беслан Хуаджоков, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть. Правоохранителями Адыгеи задокументирован факт покушения на мошенничество в сфере кредитования. Мужчина обманным путем пытался получить кредит на сумму около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Уголовное дело в полиции Адыгеи возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, частью 1 ст. 159 прим. 1 УК России, то есть покушение на мошенничество в сфере кредитования. Поводом послужили результаты совместных мероприятий, проведенных сотрудниками региональных МВД и ФСБ по документированию противоправной деятельности 47-летнего жителя Тахтамукайского района. Установлено, что в августе 2018 года мужчина обратился в один из банков в Тахтамукайском районе с заявкой на получение потребительского кредита на сумму около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Действуя умышленно и заведомо зная о том, что справка для оформления кредита содержит несоответствующие действительности сведения, фигурант предоставил заведомо подложный документ в финансовую организацию. При проверке этот факт был выявлен и пресечен правоохранителями, в связи с чем подозреваемый не довел свой умысел до конца по независимым от него обстоятельствам. В рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия. Мы продолжаем знакомить вас с нововведениями в законодательство, которые касаются деятельности миграционных подразделений Республиканского МВД. 24 июля 2020 года вступает в силу федеральный закон от 24 апреля 2020 года номер 134 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации в части упрощения процедуры приема в гражданство России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Федеральный закон устанавливает право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке для иностранных граждан, имеющих гражданство Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины при наличии у них действительного вида нажительства, но без соблюдения установленного пунктом А части 1 статьи 13 Федерального закона 31 мая 2002 года номер 62 ФЗ срока проживания в России. Кроме этого, федеральным законом предусмотрена возможность приобрести гражданство нашей страны в упрощенном порядке для иностранного гражданина, состоящего в браке с гражданином России. проживающим на территории нашей страны и имеющего в этом браке общих детей. Спецприемники отдела МВД России по городу Майкопу для лиц, подвергнутых административному аресту, прошла межведомственная проверка. В мероприятии принял участие представитель Общественного совета при МВД по Республике Адыгея. Спецучреждения посетили представители надзорных органов, пожарной инспекции и Республиканского Роспотребнадзора. Общественный совет при МВД по Адыгея представлял полковник милиции в отставке Николай Киселев. Проверенные условия содержания граждан и соблюдение их прав. Также интересовало гостей качество питания и вопросы оказания медицинской помощи. Начальник спецприемника Александр Шевляков довел информацию об особенностях работы подразделения, о режиме нахождения в нем людей и разъяснил порядок ознакомления доставляемых лиц с их правами и обязанностями. Осуществляет проверку соответствия соблюдения норм при отбытии административного ареста административно арестованных. На момент проверки сейчас проверяют, есть ли нарушения, нет нарушений. Проверяющие осмотрели служебные помещения спецприемника. Отмечено, что объект находится в удовлетворительном состоянии. Проверялись пожарная безопасность, санитарное состояние, медицинское обслуживание. По всем вопросам замечаний не было. В основном деятельность спецприемника соответствует нормативным актам МВД России и законодательству. Замечаний от лиц, содержащихся в спецприемнике, не поступило. Постоянно ведется деятельность по улучшению оснащения объекта. Его техническое обеспечение камерами видеонаблюдения, средствами связи, оргтехнической...